Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вместе со мной коллега моя Алина Яблонская. Да, здравствуйте, Алина. Здравствуйте. Будем рады, вот вы видите вашу презентацию. Ну и потом будет запись, сейчас там больше, достаточно много людей слушать, спрашивали как раз про вас, наш университет, поэтому будем очень рады посмотреть вашу презентацию. Конечно, с большой радостью. Я выведу презентацию на экран. Меня зовут Максим Асмилтон, вместе со мной моя коллега Алина Яблонская. Мы оба не только расскажем про университет, как место, где мы работаем, но в первую очередь мы расскажем о своей альмаматуре, об университете, где и Алина, и я учились. И поделимся с слушателями и с участниками сегодняшнего мероприятия о том, какие возможности предлагает Европейский гуманитарный университет в Бильнюсе. Мы являемся университетом, который работает по такой либеральной модели образования, или ее еще называют модель свободных искусств и наук. Пытаемся рассказать о том, что это такое, какие возможности предлагает наш университет, в частности, который связан с таким международным измерением обучения. Поэтому я думаю, что это все может оказаться полезным для тех, кто сейчас находится на разной степени принятия решений. Кто-то может быть в 10 классе, кто-то в 11, но всем это, конечно... Кто-то может уже закончить школу, но всем это, естественно, актуально, где учиться дальше. Так вот, что мы предлагаем? Что предлагает ЕГУ? Мы, как я уже говорил, являемся университетом, который работает по либеральной модели образования. И учебный процесс у нас в университете проходит по-русски и по-английски. А также, наверное, для тех, кто сталкивался с университетом прежде, и, может быть, кто-то помнит, что у нас есть и корни как раз-таки в Минске, в Беларуси. Вот поэтому некоторые курсы у нас в университете от весьма таких известных преподавателей из Беларуси, таких искусствоведов, как Сергей Харьевский, или историков, как Ирина Романова и прочих, или музееведов, как Александр Колбаско. От них можно эти курсы слушать, в том числе и по-белорусски. Помимо этого, в университете, не говоря уже о том, что курсы специализированные преподаются по-русски и по-английски, есть очень большое внимание, которое уделяется англоязычной подготовке. В целом, университет ставит перед собой задачу, чтобы 50% курсов преподавались по-английски к 2024 году. То есть это значит, что как раз-таки поступая в 2021 году, то вы будете вот в том потоке, в том поколении ЕГУшников, как бы у кого будет на паритетных таких основах языковая среда учебная. Мы находимся в самом сердце старого города Вильнюса. Я уверен, что многие, кто нас слушает, если не были в Вильнюсе, то явно слышали о нем. И для ребят из Беларуси есть возможность получения грантов. Под грантами мы подразумеваем скидки на обучение, расскажем о них попозже. Невозможно представить учебу в Европе без студенческих обменов. Это то, что является, ну, так и само собой разумеющейся частью учебного процесса. Не исключением являемся мы, поскольку мы находимся в Литве, в Вильнюсе, то, соответственно, студенты, вне зависимости от того, какое у них гражданство, они все считаются студентами университета, расположенного в Литве, в ЕС. А это значит, что у них иной совершенно доступ к международным программам обменов. То есть я могу сказать, что каждый год у нас, конечно, сейчас год пандемии. Сейчас ситуация немножко усложненная с перемещениями в пространстве, но она явно закончится скоро, эта пандемия. И в среднем в год у нас 40 студентов, 45 студентов отправляются по программе Erasmus в один из 80 университетов-партнеров. И таким образом как бы учится в университете-партнере, возвращается, признает пройденные часы, пройденные курсы и продолжает обучение. И, как правило, все это еще со стипендий проходит. Ну и напоследок признание диплома. Все мы, наверное, учимся, все мы хотим учиться для того, чтобы наш диплом нам открывал больше дверей, больше возможностей, а не наоборот нас загонял в какие-то рамки, будь то одного государства какого-то, или национальные рамки, или такие рамки, связанные с таким ограниченным контекстом, который мы изучаем. В ЕГУ диплом, который мы представляем, он позволяет вам продолжать учиться дальше, трудоустраиваться дальше, искать какие-то большие возможности, как в Европе, так и в Северной Америке. В двух словах затронула либеральная модель обучения. Что это такое? Когда мы говорим о системе высшего образования в Европе, то, конечно, существует масса самых разных университетов. Какие-то из них постарше, какие-то помоложе. Если посмотрим на самый первый университет в Европе, то это Болонский университет, который был основан в городе Болонье в конце 11 века. Большинство, конечно, университетов, таких самых известных, которые мы знаем, они уже в средние века, поздние средние века основывались, хотя есть и немалое поколение молодых европейских университетов. И все эти университеты, будучи основанными в разное время, они, конечно, исходили из разных задач, разных целей, которые они перед собой ставили. Так вот, в какой-то момент возникло понимание того, что изучать ту или иную область знания только лишь находясь в ней и не выходя за рамки, ну, например, юриспруденции. Вы, скажем, хотите стать юристом, и, как правило, что происходит? Вы поступаете на юридический факультет, и вы изучаете право, 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 и еще раз право, кодексы разные изучаете. И в конце, естественно, вы становитесь весьма хорошо ориентирующимся молодым человеком или девушкой в этой области, но вы совершенно никаким образом не соприкасались с иными областями знаний, ни с историей искусств, ни с, я не знаю, с философией, ни с социологией, ни с, может быть, чем-то связанным с технологическими какими-то курсами и задачами. И, скорее всего, если вы захотите себя реализовать как юрист в такой области, как, ну, например, право интеллектуальной собственности или право, связанное с, скажем, медициной, с этическими каким-то вопросами в области медицины, или право прав человека, или право, связанное с, скажем, атрибуцией продажи предметов искусств, то вы, скорее всего, себя будете чувствовать, ну, несколько неуверенно, потому что ваш кругозор, он будет ограничен в первую очередь тем, что вы посвящали себя преимущественно юриспруденциям. Так вот, либеральная модель обучения, она ориентирована на то, чтобы обеспечить такой междисциплинарный подход к обучению. Это значит, что если вы поступаете в ЕГУ, например, на программу по медиакоммуникации, вам ничто не будет мешать, в том числе интересоваться, брать какие-то курсы, реализовывать себя и в других направлениях, не отказываясь от своего такого основного магистрального направления, которым будет медиакоммуникация. То же самое касается и уже упомянутого мной права, или наших программ по наследию, или по дизайну, или по мировой политике экономики, это и есть либеральная модель обучения. Она ориентирована на междисциплинарный подход и на то, чтобы студент был центром учебного процесса. То есть не преподаватель вещает постоянно все, а студент является такой центральной частью, центральным участником учебного процесса. И от студента, соответственно, отталкивается уже дальше вся эта траектория учебная. Как я уже говорил, мы находимся в старом городе Вильнюса. Вы можете видеть наш учебный корпус. Это бывший августинский монастырь конца XVIII века. И как и весь старый город Вильнюса, наш учебный корпус, он также является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для тех из вас, кто думает, может быть, как связать свою жизнь с изучением наследия, с работой в области дизайна, то, конечно, среда, в которой ты находишься, она очень важна. Она тебя формирует, она обеспечит ее вдохновение, наверное, подталкивает к поиску тех или иных, скажем, ответов на вопросы, которые беспокоят всех нас. И в этом плане то место, которое мы предлагаем, в котором не только оказаться, но и присутствовать, кажется, что оно очень ценное. Ну и в конце концов, наш университет находится буквально на расстоянии 300 метров от того места, где Франциска Ирина в XVI веке свою типографию основал в Вильнюсе. То есть это действительно место, очень насыщенное смыслами истории и эстетически, конечно, радует глаз и позволяет, наверное, что-то большее тоже увидеть и требовать от самого себя в том числе. Учебный процесс не может быть ограничен только лишь, скажем, аудиторией. И мы в этом глубоко убеждены, поэтому мы стараемся немалое внимание уделять образовательным визитам, образовательным различным программам дополнительным. То есть это полевые школы, выездные семинары. Вот здесь вот слева на фотографии наши студентки во Флоренции находятся мы. До того, конечно, как пандемия началась, мы каждый год делали такие выездные семинары во Флоренции. В верхнем правом углу вы видите выставку. Это выставка в Вене, которая проходила работ Питера Брейглея-старшего. Это такая самая большая в Европе была выставка всех его работ. И у нас целый автобус ягушников туда поехал, как бы, и это тоже было очень ценно. Внизу фотография, где наши студенты в Бундестаге находятся, в федеральном парламенте Германии. И таким образом нам кажется, что погружение в реальную жизнь, оно очень ценным является, потому что помогает более так целостно обратиться к тем вопросам, которые вы изучаете во время учебного процесса в университете. Для тех из вас, кто думает о какой-то международной карьере, можно быть, интересуется международными отношениями и особенности отношениями, скажем, Европейского Союза и Белоруссии, или Европейского Союза и всей страны восточной партнерства, то, конечно, в нашем университете такие возможности тоже есть. Так сложилось исторически, что у нас очень тесные связи с различными институциями Европейского Союза. И поэтому вот здесь на фотографии Ханс Герд Петринг, это бывший президент Европейского парламента, он выступает в нашем университете здесь. И это один из многих примеров, постоянно люди, которые представляют не только институции Европейского Союза, но в целом сами собой являются государственными деятелями, людьми, которые определяют политику Европейского Союза, помогают ее понять, разъяснить. Они, как правило, частые гости в ЕГУ, а для вас, для тех, кто потенциально станет студентом, это хорошая возможность не только личные связи установить, познакомиться, но и с первых уст узнать и понять, как существует этот мир, как существует континент, на котором мы находимся, и в том числе, как Европейский Союз выстраивает свои отношения с Беларусью, какое будущее может быть между Беларусью и Европейским Союзом и так далее. Ну и, конечно, активная студенческая жизнь, без нее никуда, и причем активная жизнь не только, скажем, это какие-то такие тусовки и развлечения, конечно, Вильнюс в этом плане шикарный совершенно город, он предлагает массу развлечений, но и активности, связанные с тем, что мы называем по-английски civic engagement, такое гражданское вовлечение, такие социальные проекты, которые студенты реализуют, волонтерство, различные другие какие-то активности. Слева фотография, это наши студенты в Будапеште во время презентации своих проектов, значит, в области таких социальных проектов по волонтерству, вот, и они во время такой выставки проектов представлены, и затем некоторые из них получают, в том числе и финансирование на реализацию самых разных социальных проектов. Конечно, учеба в Европе, в любом университете, она приносит свои преимущества в том, что можно беспрепятственно перемещаться по всему пространству, и в этом отношении, конечно, мы ждем, когда уже пандемия закончится, чтобы вновь можно было путешествовать лоукостами, дешевыми этими авиалиниями по всей Европе, потому что учеба в шенгенской зоне, это замечательно, это открывает вам совершенно иные границы и горизонты, и Вильнюс хорошая точка для старта, как вы, наверное, уже знаете. И напоследок я со своей стороны скажу, и потом уже буду передавать слово моей коллеге Алине, она уже больше об академической части расскажет, об учебных программах, я скажу, что поступая в ЕГУ, студенты поступают не просто в один университет, они поступают сразу в такую сеть, глобальную сеть, которая называется сеть университетов открытого общества, это 18 университетов по всему миру, и от Бангладеша до Берлина, от Иерусалима до Нью-Йорка, как бы от Вильнюса до Бишкека. И в рамках этой сети университетов проходит очень много активностей, связанных с обменами, совместными курсами, летними школами, социальными проектами, и это тоже расширяет горизонты. То есть задача наша, которую мы видим перед собой, это расширить горизонты, которые у вас есть, представить вам больше возможностей, в том числе через вовлечение в такую глобальную сеть университетов, чтобы вы могли расширить в том числе и свои контакты со своими сверстниками со всего мира. Передаю слово Алине, но буду ей помогать со слайдами. Спасибо, Максим. Всем привет еще раз. Меня зовут Алина Яблонская, занимаюсь вопросами набора в Европейский гуманитарный университет. Мы поговорим сейчас с вами об учебных программах, которые мы предлагаем, затем я перейду к экзаменам, вступительным испытаниям и разным деталям поступления в наш университет и вообще вступления в наше сообщество. Потому что, как вы понимаете, к нам можно не только поступить, но и перевестись. Но об этом я расскажу немножко позже. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем программы трех ступеней баллонского процесса. Это бакалаврские программы, магистрские и докторские. Но сейчас мы с вами поговорим о бакалаврске для начала. Бакалаврских программ у нас четыре, и одна программа, извините, у нас пять бакалаврских программ, и одна программа непрерывного обучения. Она представляет собой такое некое слияние бакалавриата и магистратуры, и по выходу вы получаете диплом магистра. Давайте по порядку. У нас есть программа в визуальному дизайну. Это бакалаврская программа. Все бакалаврские программы длятся четыре года. И в течение этих четырех лет вы проходите два значимых блока обучения. Это курсы общей неустетской подготовки, которые присутствуют на всех бакалаврских программах, и курсы, собственно, специализированные по тому направлению, которое вы выбираете при поступлении. Итак, визуальный дизайн. Для поступления на эту программу вам понадобится сдать экзамен по композиции. Думаю, для тех, кто интересуется дизайном уже сейчас, это слово вполне знакомо, и вы знаете, что такое композиция. Ну, а те, кто только задумываются о поступлении, то самым лучшим образом подготовиться вы можете или здесь, кто находится в Минске, в Минске в центре профилей поступления, там есть специализированные курсы по композиции, или же можете ознакомиться с теми требованиями к экзамену, которые размещены у нас на сайте. Там есть такой специальный раздел «Дайте экзамен по композиции», и можно посмотреть, как оценивается экзамен, какие примеры удачных работ, какие требования предъявляются, сколько он длится, вот эти все нюансы. Мы, конечно, будем рады ответить на все вопросы на наш ящик, я немного позже расскажу о контактах. Программа по европейскому наследию. Это программа, изучающая, собственно, то наследие, которое мы не только в Беларуси вот сейчас имеем, но и в целом проповедить название в Европе. Как понятно, наследие – это не просто старые камни, или старые костелы, которые окружают нас везде в Беларуси. Наследие – это и литература, и искусство, и, в конце концов, наследие интеллектуальное мысли. Это очень широкое понятие, и вот мы пытаемся именно эту мысль донести все четыре года нашим студентам, как изучать наследие, что является наследием. Такие новейшие практики существуют и новейшие подходы. Программа по медиакоммуникации. Программа по медиакоммуникации, уже самое название, наверное, понятно, чем она занимается. Это также бакалаврская программа, также четыре года на ней обучаться. Забыла сказать, что можно еще и заочно на всех наших бакалаврских программах учиться. Тогда нужно обучаться пять лет. Для поступления на медиакоммуникацию вам понадобится пройти профильное собеседование. Точно такое же профильное собеседование нужно и на европейское наследие пройти. Вообще на все программы, кроме визуального дизайна и актерской игры, как вы видите на слайде ее первым номером, нужно сдать профильное собеседование. Это собеседование с приемной компанией, с приемной комиссией, где вы будете отвечать на вопросы членов комиссии, касающиеся как выбора вашей программы, почему вы туда поступаете, какая мотивация у вас есть, какой, может быть, уже опыт в этой области есть, какие у вас иностранные языки, где вы учились и прочие вот такие вопросы, наверное, схожи по приему на работу. Это такое серьезное собеседование. На визуальный дизайн, как я уже сказала, нужно сдать композицию, а на актерскую игру и театральное искусство нужно пройти специальные двухступенчатые экзамены по представлению своих, собственно, умений актерской игры. Там будут специализированные задания, о них лучше рассказать подробнее. У нас будет отдельный вебинар на эту тему, у нас есть информация на сайте, так что сейчас не будем давать этому много времени, как выполнить такие задания. Мировая политика и экономика. Еще одна бакалаврская программа. Интересна тем, что она предлагает обучение сразу в двух университетах. Это у нас в ЕГУ и в университете Витовта Великого в Каунасе. Это такой крупный литовский университет, где обучение проходит на английском языке. Поэтому поступающие на эту программу, они должны уже быть хорошо подготовлены по английскому языку. Первый год они проведут у нас, в Вильнюсе. Второй и третий год в Каунасе, обучаясь на английском языке. И четвертый год вернутся домой в Вильнюс и напишут свою выпускную работу. Вообще ЕГУ очень стремится к тому, чтобы все студенты наши за четыре года обучения получили хорошую подготовку по английскому языку и уже к выпускной работе имели уровень достаточный для написания бакалаврского проекта на английском языке. Поэтому первые два года в течение общей университетской подготовки у вас обязательно будет интенсивная англоязычная подготовка. Ребята делятся по группам в зависимости от их уровня английского и проходят подготовку в соответствии с этим уровнем первые два года. И наконец, последняя программа, программа непрерывного обучения, она называется «Международное право и право Европейского союза». Это программа для будущих юристов, и основной ее бонус заключается в том, что вы сразу можете получить степень магистра, потратить на это пять лет. Пять лет, а не шесть. Но если вы пойдете обучаться на обычную бакалаврскую программу по праву, вам нужно будет четыре года отучиться, а затем еще два года на магистратуре. А здесь вот за пять лет можно получить магистра или шесть в заочной форме. Теперь немножко о наших магистовских программах. Магистовские программы, как вы видите, может, из названия сейчас на слайде, они являются неким логичным продолжением наших бакалаврских программ. Визуальная пластика — это магистрская программа, которая нацелена на подготовку и более высокий уровень дизайнеров. Но не только дизайнеры могут туда поступать. Например, люди с искусствоведческим образованием. Также им будет очень полезное обучение на этой программе. Мы можем теоретически принимать туда людей с другим бэкграундом, но важно, чтобы были все-таки некоторые курсы до этого пройдены. Мы тогда смотрим на предыдущую подготовку. Студенты и департаменты решают, можем ли мы сразу принять или нужно пройти дополнительно некоторые курсы. Публичная политика. Публичная политика дает степень магистра социальных наук и направлена на подготовку будущих политологов, которые могут работать в различных исследовательских центрах, государственных предприятиях, проводить экспертную оценку и политическую аналитику. Эта программа длится полтора года и реализуется здесь у нас в Вильнюсе. На нее могут поступать те, кто закончил любые специальности. И так же, как и в предыдущем случае, мы только посмотрим на предыдущую степень, чтобы все дисциплины совпадали и можно было без проблем продолжать обучение без дополнительных курсов. «Звитие культурного наследия». Это программа, продолжающая то направление, которое задает программу «Бакалаврско-европейское наследие». Она также длится полтора года и дает степень магистра гуманитарных наук. Если вам интересен именно проектный подход к наследию, а до этого вы занимались, может быть, филологией, может быть, литературоведением, может быть, вы историк, то вам, возможно, будет интересно попробовать свои научные изыскания, вот облечь проектную форму и заняться этим в рамках учебы на программе развития культурного наследия. Также у нас есть одна докторская программа, она здесь не упомянута, но если кому-то интересно, у нас есть докторская программа по философии, на нее уже совершенно другие условия поступления. Я думаю, если будут вопросы, мы с удовольствием уже индивидуально поговорим с будущими кандидатами в докторантуру. Требования для поступления. Я тут уже немножко рассказала, давайте еще раз пройдемся по пунктам, чтобы так закрепить. Первое, что нам нужно для поступления на любую бакалаврскую программу, это ваш аттестат или диплом о средне-специальном образовании, если вы оканчивали колледж. Второе, вам нужно пройти собеседование. Третье, вам нужно пройти те специализированные экзамены, которые установлены для программ по актерскому мастерству или по визуальному дизайну. Для магистратуры вам нужен обязательно диплом бакалавра или диплом специалиста в Беларуси, иногда так называется, и необходимо собеседование пойти. Такое же профильное собеседование, как я вот говорила, для поступающих на бакалаврят. Здесь вы видите ожидаемые стоимости обучения. Почему ожидаемые? Потому что мы еще не приняли точную стоимость обучения на следующий год, они еще в процессе установления. Но вот на данный момент, как мы в этом году принимали студентов, были предложены те ставки, которые вы видите на экранах. Я лишь, если можно, я лишь добавлю к тому, что говорит Алина, что очень важное обстоятельство то, что для граждан Беларуси предоставляются скидки в большем количестве, чем для небеларусов. Поэтому то, что вы видите здесь, полная стоимость, она как раз таки более актуальна для неграждан Беларуси. А для граждан Беларуси реальная стоимость будет еще ниже. И буквально это вопрос в ближайшие недели-полторы. Если вы через недели-полторы-две зайдете к нам на сайт, то я уверен, что вы увидите даже еще ниже стоимость, потому что всегда для граждан Беларуси наш университет такие субсидируемые предлагают тарифы. И в дополнение, о чем Алина тоже расскажет, конечно, гранты. Да, спасибо, Максим. Действительно, для граждан Беларуси у нас существуют очень широкие возможности и большое количество грантов. Также есть стипендии. Сначала расскажу вам о грантах. Гранты — это то, что позволяет вам покрыть стоимость обучения целиком или наполовину. Как получить грант? Нужно предоставить свое портфолио. Портфолио может включать ваши достижения в области академических каких-то успехов. Социальное портфолио может быть. Может быть творческое. Например, вы обучаетесь в школе, и кроме посещения обычных занятий вы занимаетесь какой-то внеклассной деятельностью. Может быть, вы публикуетесь в школьной газете. Может быть, вы участвуете в конкурсе научных проектов. Может быть, вы участвуете в олимпиадах или занимаетесь дополнительно какой-то сферой. Может, вы уже походили к какие-то практике или выигрывали какие-то конкурсы или организовали собственную выставку. Одним словом, любые ваши достижения в рамках сферы социальных и гуманитарных наук, соотносящиеся с программой поступления, следует во время приемной кампании сопоставить в один архив, приложить к нему складительное письмо, в котором описано, почему именно вы достойны этого гранта, как ваши достижения соотносятся с целью нашего университета. И вот вместе с этим объяснительным письмом вся ваша работа отправится нам на рассмотрение. Мы действительно стараемся достаточно широко поддерживать поступающих к нам, поэтому шанс на то, что ваше портфолио, если оно действительно сильно получит грант, достаточно высок. Чего не скажешь о стипендиях. Стипендии у нас это уже награждение самых лучших, самых талантливых, самых-самых студентов. Они распределяются на конкурсной основе по итогам семестра. То есть нужно поучиться сначала в нашем университете, хотя бы семестр, потом участвовать в конкурсе на ту или иную стипендию. Стипендии именные. И если вы уже побеждаете этот конкурс, то вы получаете эту стипендию. На экране вы сейчас видите наши контакты. Здесь представлен сайт, социальные сети ВКонтакте, Facebook, Instagram и, конечно, электронный адрес. Самое простое, что можно сделать прямо сейчас, это подписаться на наши социальные сети и быть просто в курсе всех событий, независимо от того, собираетесь вы поступать именно к нам, или не к нам, или вообще еще не знаете, будете ли поступать в этом году. Вам будет интересно, я думаю, полезно просто следить за некоторыми нашими новостями. Мы проводим большое количество каких-то лекций, семинаров, вебинаров. Это все выкладываем в наших социальных сетях и на страничке сайта. Можете зайти, раздел вебинара называется. И, может быть, это поможет вам подготовиться или просто подать вдохновение. Все, спасибо большое. У нас как раз время подходит к концу, потому что следующий спикер уже. Я знаю еще, что вы говорили, Алина, что можно онлайн полностью пройти процесс поступления сейчас. Так ли это? Да, верно, Сергей. По причине пандемии, конечно, сейчас очень сложно приехать и подать документы, и пойти экзамены в Вильнюсе, как это было раньше. Поэтому в этом году мы абсолютно все документы принимаем онлайн. Вам нужно заполнить онлайн-заявку на сайте. Мы зарегистрировались на экзамены. Мы вам предоставим инструкцию о том, как сдать экзамены онлайн. И также мы онлайн вас пособеседуем через Skype. То есть тут достаточно простая схема. Она представлена у нас на сайте. Вот в этом году без проблем пошло наше онлайн-поступление. Ребята, если были вдруг какие-то технические вопросы, конечно, мы переносили там, и мы шли всегда навстречу. Я, может, одно слово скажу о переводах, что если вы где-то уже обучаетесь, то вы можете еще к нам перевестись. Там не нужно уже сдавать экзамены, там достаточно вашей справки из университета, где вы обучаетесь. Или зачетные книжки. Сейчас в Беларуси, я знаю, дают электронные зачетные книжки. Вы можете просто нам присылать на указанный e-mail. Он был на слайде. И даже... И когда нужно поступать... Да-да-да. Ты перебил, Сергей, просто даже если в силу тех или иных обстоятельств кто-то был вынужден прервать учебу в Беларуси, в университете, то тоже есть возможность к нам перевестись. Мы стараемся максимально поддержать тех, кто оказывается в таких ситуациях, в том числе с точки зрения грантов. Вот поэтому по всем этим вопросам Алина и я будем рады проконсультировать по контактам, которые мы показывали. Я понял. Перевестись, я знаю, можно прямо сейчас начать процесс. А вот если поступать, то когда вот надо подавать документы, вот походить, если вот начать, чтобы, я так понимаю, если люди хотят начать в сентябре, то это уже сейчас надо или еще подождать чуть-чуть? Нет, мы начинаем в мае месяц. Наша приемная кампания обычно начинается в мае и заканчивается в июле, поэтому сейчас есть еще время подготовиться, записаться на курсы, посмотреть все вебинары. У нас будет еще дважды Дни открытых дверей в этом году. Зимние и весенние. Они пройдут, я думаю, онлайн в связи с ситуацией. И можно будет во время дни открытых дверей еще дополнительно задать вопрос и поверить себя преподавателям. Все, спасибо большое за презентацию. Очень интересная презентация.